Терапевт, невролог, офтальмолог и еще добрый десяток специалистов необходимо пройти, чтобы каждый сделал отметку в документах. Годен. Кроме непосредственно медицинского осмотра, это еще и своего рода собеседование. Кто-то из врачей интересуется, есть ли проблемы в личной жизни, другой справится об учебе в школе, третий, пристально глядя в глаза, спросит о вредных привычках. Ничего не пробовал никогда? Никаких? Нет. Кольян? Травка? Нет. Служить или не служить, для этого и других парней подобный вопрос не стоит. Да и традиции в России таковы, что служба в вооруженных силах – это далеко не личное дело каждого, а личная обязанность. Сотрудники военкомата уверены, что проблем с призывом не будет. 95 человек мы отправим в ряды вооруженных сил с Ленинского муниципального района. Отправки будут проводиться по средам, первые отправки начнутся уже в конце апреля, ну и вплоть где-то до 15 июля. Многие из тех, кто сегодня пришел на призывной пункт, имеют прекрасное здоровье, около половины активно занимаются спортом. Но перед тем, как призывник предстанет перед комиссией, он проходит собеседование, представляет необходимые документы и справки. Если чего-то не хватает – не беда. Главное – принести их до отправки. Требования к призывникам – это состояние здоровья, и очень немаловажно – это желание служить в вооруженных силах Российской Федерации. Достаточно хороший контингент. Мы спокойно за будущее вооруженные силы Российской Федерации, если такие парни, сегодня призываются. Главная инстанция, которая определяет, годен призывник к службе или нет – призывная комиссия. В ее состав входят представители различных государственных органов и сотрудники военкомата. Сегодня заседание началось не так, как всегда. Как вы все знаете, вчера в Российской Федерации произошел террористический акт. Погибло по официальным данным 11 человек. Поэтому предлагаю поощрить память погибших в минуту обращения. Кто-то может сказать, что призывная комиссия – это формальность и будет в корне неправ. Скорее, это первый ритуал в жизни будущего воина. И впереди их будет еще немало – прохождение курса молодого бойца, принятие присяги, получение личного оружия. Вы предназначены в эту десантные войска. Призываетесь в ряды вооруженных сил. Отправка 17 мая. Повестка вам вручается. Повестка. Сергей Лемешкин живет в Видном. У него высшее образование, инженерная специальность. Имеется и спортивная подготовка. Занимался баскетболом. Службу в армии Сергей воспринимает не только как почетную обязанность, но и как определенную семейную традицию. Родственники служили отеца, дедушка, бабушка воевали все. Поэтому даже и мысли не приходило в голову, что можно как-то по-другому. Настроение отличное, боевое, так сказать. Полностью готов. Сотрудники военкомата отмечают, что такое явление, как уклонение от службы, сейчас большая редкость. Впрочем, и российские вооруженные силы сильно изменились. Видимо, и поэтому молодые люди охотно меняют гражданскую одежду на военное обмундирование. Максим Козлов, Владимир Бижонов. Видное ТВ.